7 мая 2024 года отмечается 105-летие с момента образования учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные с изоляцией от общества. По учетам уголовно-исполнительной инспекции ежегодно проходит около 13-14 тысяч осужденных. Мы контролируем и исполняем различные виды наказаний, меры уголовно-правового характера без изоляции от общества. Это и исправительные работы, обязательные работы, ограничения свободы, это условно-осужденные. Многие считают, что условно-осужденные – это вообще не наказание. На самом деле это мера уголовно-правового характера, когда осужденный обязан исполнять какие-то определенные обязанности и условия, при которых он остается на свободе. Есть определенное требование того, что он остался на свободе. Последние три года штат сотрудников существенно вырос. Сейчас в уголовно-исполнительной инспекции по всей Бурятии служат 205 человек. Две третьих из них составляют женщины. Наверное, это связано с большим количеством документации, которые ведет каждый сотрудник инспекции. И не всегда мужчины любят документацию, бумажную работу. Но в то же время у нас очень разносторонняя, разнообразная работа. То есть у нас есть и большой функционал по документообороту, и есть еще в то же время большой объем работы и на местах, и взаимодействие с самими осужденными, с различными субъектами. Основная задача для учреждения – это оказание помощи осужденным. Мы взаимодействуем очень много на сегодняшний день с органами социальной защиты населения. Конкретные примеры могу привести. Буквально сегодня разговаривали с коллегами. Вот лицо в Закаменском районе освободился, гражданин, отбыв наказание в виде лишения свободы. 12 лет лишения свободы освободился. У него был дополнительный вид наказания, ограничения свободы. Встал на учет уголовно-исполнительной инспекции. 12 лет – большой срок. За это время человек, скажем так, потерял определенный круг социальных связей. И уголовно-исполнительной инспекции удалось восстановить какие-то социальные связи этого гражданина. Но самое главное, что было сделано во взаимодействии с администрацией Закаменского района, помогли ему восстановить жилье, потому что жить ему абсолютно негде было. То есть таких примеров на сегодняшний день очень много. Самое сложное для инспектора – пропускать через себя каждого гражданина, который стоит на учете. Несмотря на то, что мы офицеры в форме, в любом случае мы люди в первую очередь. И каждый инспектор пропускает через себя этого гражданина, у которого какие-то разные ситуации бывают. Трудные жизненные, бывают сироты. На самом деле планов очень много. В первую очередь мы уже полгода работаем в рамках нового федерального закона. И я думаю, что основная наша сейчас задача – все-таки выстроить это взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики, со всеми субъектами апробации. Коллегам своим хочу пожелать в первую очередь терпения, здоровья, чтобы хватало. И самое главное, чтобы все решения принимались, как говорится, с холодной головой и с горящим сердцем. То есть от этого очень много зависит. И случайных людей в уголовном спонтанной инспекции не бывает. То есть остаются именно те, которые горят этим, которые живут, которые переживают каждый факт, скажем так, оказания там… Ну, любой факт там происходящий на службе. Успехов, новых достижений.